Привет, друзья! Сегодня мы разберем красивый элемент Аллегра. Рассмотрим два базовых захода в Аллегру из виса на ближней ноге и после рогатки. Итак, первый. Выполните вис на ближней ноге, далее поднимите корпус наверх силой пресса или на крайний случай взявшись руками за пилон. После переставьте ближнюю руку на пилон с внешней стороны на уровне колена, то есть в пространство между бедром и голенью внутренней ноги. Далее опускайте корпус вниз, разворачиваясь спиной к пилону и опуская дальнюю руку вниз. Захватите пилон снизу локтем дальней руки. Для этого движения вам потребуется гибкость. Если сразу не получилось дотянуться до пилона локтем, не расстраивайтесь и просто продолжайте практиковать опускание из этого положения после хорошего разогрева и растяжки. Если вам удалось захватить пилон локтем дальней руки, следующий шаг – взяться этой рукой за дальнюю ногу, которая опущена максимально назад и согнута. А точнее вам нужно взяться за стопу или щеколотку ноги, в зависимости от вашего уровня гибкости. Когда и этот захват выполнен, убедитесь, что вы уверенно чувствуете себя в этом положении. Хорошо держитесь боком, бедром и локтем. Если все получилось, последний шаг – выпрямить ближнюю ногу и тянуть ее на себя, оставив сцепление лишь бедром и не опуская ближнюю руку от пилона. Она как замок помогает зафиксировать ногу на месте и не дает ей соскользнуть. Вы в трюке «Аллегра». Чтобы выйти из элемента, осторожно согните ближнюю ногу снова на пилон. Отпустите нижнюю ногу, освободите локоть и ближнюю руку, вернитесь в вис на ближней ноге. Второй способ захода в «Аллегру» отличается лишь начальной позицией. Это не вис на ближней, а лишь первый шаг захода в вис. То есть вам не нужно выполнять рогатку, как обычно, вытягивая таз максимально наверх. Держите таз невысоко при раскрытии ног, чтобы лучше захватить пилон ближней ногой. После переставьте вашу ближнюю руку с внешней стороны на пилон на уровне колена и продолжайте заход в «Аллегру» уже известным вам способом. Итак, сегодня мы научились выполнять трюк «Аллегра». Деритесь своими результатами, используя хэштег «Алдрим онлайн». Желаю вам продуктивнейших тренировок и до новых встреч на занятиях. Пока!